Унтер-офицер пришибеет. Вы обвиняетесь в том, что 3 сентября оскорбили словами и действием урядника Жигина, так точно, полостного старшину Аляпова, Сотского и Ефимова, понятых Иванова и Гаврилова и еще шестерых крестьян. Причем первым трем было нанесено вами оскорбление при исполнении ими служебных обязанностей. Признаете вы себя виновным? Ваше высокородие, господин мировой судья, стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство во взаимности. Виновен не я, а все прочие. Это не правда! Все это дело вышло из-за царствия ему небесное мертвого труппа. Иду это я 3-го числа с женою Анфисой. Тихо, благородно. Смотрю, стоит на берегу куча разного народа людей. По какому полному праву тут народ собрался, спрашиваю? Зачем? Нечто в законе сказало, чтобы народ тапуном ходил. Кричит. Разойтись! Начал расталкивать народ, чтобы расходились по домам. Приказал Содскому гнать в зашеи. И чтобы никаких отказов позволить. Вы же не урядник, не староста. Разве это ваше дело народ разгонять? Житья! Житья от него нет, ваше скородье! 15 лет от него терпим! Ведь как ваше скородье вернулся со службы, так хоть из села беги. Ребятам уши дерет! За бабами подглядывать, чтобы чего не вышло. Ну, словно свекор такой! Ну, замучил всех! Именно так, ваше скородье! Всем миром жалимся! Жить с ним никак невозможно! С образами ли ходим, свадьбы ли, или еще положим случай какой. Везде он кричит, шумит, все в порядке вводит. Наведнись! По избам ходил, приказывал, чтобы огней не жгли, и чтобы песней не пели. Законно говорить, такого нет, чтобы песни петь! Такие как! Погодите, погодите, погодите! Вы еще успеете дать показания. А теперь пусть продолжает пришибель. Продолжайте пришибель! Продолжайте, слушаю, вы, ваше воскородье, изволили говорить, не мое это дело народ разгонять. Да! Хорошо, хорошо. А ежели беспорядки? Где это в законе написано, чтобы народу волю давать? Я этого не дозволю. Нет, 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 нет. Ежели я их не буду разгонять да взыскивать, то кто ж станет? Ведь никто же порядков настоящих не знает. Во всем селе, ваше воскородье, один только я могу все понимать. А не мужик! Я унтер-офицер, отставной каптенармус. Я в Варшаве служил, в штабе. Я все порядки знаю. А мужик человек простой. Он ничего не понимает. И должен меня слушать. Потому как для его же пользы. Потому взять хотя бы вот это дело. К примеру, разгоняю я народ. А на берегу, на песочке, утоплый труп мертвого человека. По какому такому основанию, спрашиваю, он тут лежит? Почему ты, урядник, начальству знать не даешь? Может, это утоплый покойник сам утоп? А может, тут дело Сибирью пахнет? Может, тут уголовное смерт-убийство? А урядник Жигин никакого внимания. И только папироску курит. Урядник, ты что тогда сказал? Повтори. А я о вашем сокроводе и говорю. И что это, говорю, у вас за укащик такой? Откуда, говорю, он такой взялся? Не, что мы сами не знаем своего поведения. Значит, не знаешь? Дурак ты эдак и... Коль стоял и без внимания. А я еще вчера дал знать становому приставу. Да зачем же становому? Не, что в таких делах становой может? Тут дело уголовное, гражданское. И первонаперво ты должен составить акт и послать его господину мировому судье. А урядник все слушает и смеется. И мужики тоже. Все смеялись. Ваши скороткие, я могу под присягой показать, все смеялись. И он это смеялся. И этот тоже смеялся. И Жигин смеялся. Чего? Чего зубни-то скалите? А потом урядник и говорит. Мировому судье такие дела не подсудны. Урядник, ты ведь это сказывал? Сказывал. О! Все слышали, как ты, это самое при всем простом народе, мировому судье такие дела не подсудны. Меня ваше благородие от этих слов даже в жар бросило. Я даже срабел весь. Урядник, повтори! Повтори, что ты тогда сказал. Мировому судье, говорю, такие дела не подсудны. О! Как же ты можешь так объяснять про господина мирового судью? Ты, полицейский, урядник, да против власти? А? Да ты знаешь, что, господин мировой судья, тебя за такие слова может в жандармское и губернское управление по причине твоего неблагонадежного поведения. Да ты знаешь, куда за такие политические слова тебя может угнать господин мировой судья? А старшина, старшина и говорит, старшина, ну-ка, повтори, что ты тогда сказал. Повтори. Мировой, говорю, дальше своего предела обозначить не может. Такие дела ему не подсудны. Как же ты смеешь власть уничижать? Зло меня зло. Ваше воскротение. Обидно стало, что нынешний народ забылся в своеволии и неповиновении. Я размахнулся и... Конечно, не так, чтобы сильно, а это правильно, по полигонику. Чтобы не смел про Ваше благородие такие слова говорить. За старшину урядник вступился. Я, стало быть, и урядника. И пошло. Погорячился, Ваше воскротение. Ну, да ведь без того же нельзя, чтобы не побить. Ведь, ежели глупого человека не побьешь, на твоей же душе грех. Особливо, ежели за дело, ежели беспорядки. Ну, позвольте, позвольте. За непорядками есть кому глядеть. А то есть Цоцкий, староста, ну, урядник, наконец-то. Ну, ведь урядник-то совсем не углядели. Да и урядник не понимает того, что я понимаю. Ну, поймите, это же не ваше дело. Чего-с? Это как же не мое дело? Чуднос, чуднос. Ну, а это что же, люди безобразят? И не мое дело? Да что, мне их хвалить, что ли? Вот они жалятся вам, что я им песни петь запрещаю. А что хорошего в песнях-то? Вместо того, чтобы делом каким заниматься, они, понимаете, песни. Или вот тоже моду взяли. Вечера с огнём сидеть. Нужно спать ложиться. А у них разговоры, да смехи. У меня записано. Что? Что у вас записано? Которые крестьяне с огнём сидят. Иван Прохоров, Пётр Петров, Савва Микифоров, солдатка Шустова, вдова. Живёт в развратном беззаконии с Семёном Кисловым. Игнат Сверчок занимается волшебством. И жена его, Мавра, есть ведьма. По ночам ходит доить чужих коров. Ну, довольна. Довольна. За оскорбление словами и действием при исполнении служебных обязанностей урядника Жидина, волосного старшины Аляпова, Исоцкого и Ефимова, оставной унтер-офицер Агафон Никифоров-Пришибеев приговаривается к заключению на месяц тюрьмы. Как так? За что? По какому праву? По... Вот. Отолбись. Расходись! По домам! Что вы, что вы! Это же театр. Мы так рады и так благодарны нашему зрителю, что он посетил нас, а вы... Вы же под арестом, вы же из прошлого. Идите, 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 идите. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ